Хорошая новость для аграриев. Стартовавшая реализация проекта усовершенствования ирригационных и дренажных систем проектов в Кордайском и Шустском районах продолжится в Жамбулском районе области. С этой целью с рабочим визитом в наш регион прибыл председатель комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Ислам Абишев. Он ознакомился с состоянием ирригационных и дренажных сетей и провел встречу с аграриями. Подробнее в материале. В рамках ПУИ-2 в Жамбулской области предусматривается улучшение водообеспечения миллиардативного состояния рожаемых земель на общей площади 10 тысяч гектар. В Жамбулском сельском округе, Пионерском, Калкайнарском возьмутся за каналы. Реализация данного проекта, безусловно, положительно скажется на развитие сельского хозяйства. Пока вода дойдет сюда, половина всасывается в землю. Но с другой стороны, считаю, что работа, которая проделывается для крестьян, очень хорошая. Мы тоже хотим сажать растения, которые потребляют много воды. Но в июне, когда мы сажали по 20-30 гектаров свеклы, воды все время не хватало. Поэтому многие крестьянские хозяйства боятся тут что-либо сажать. Теперь мы ждем, когда эту работу завершат. Стоит отметить, что реализация проекта усовершенствования ирригационных и дренажных систем ПУИ-2 началась в нашей стране в 2014 году благодаря принятию закона о ратификации соглашения о займе между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития, направленного на усовершенствование ирригационных и дренажных систем. На приведение в порядок и обеспечение водой 570 гектар в Жамбулском районе было выделено более 3 миллиардов тенге. Председатель комиссии святоводных ресурсов, в свою очередь, отметил, что к этим работам нужно приступить как можно быстрее. Как отметил подрядчик, уже весной каналы заработают, и вода будет поступать на земли. Проект в этом году только будет начинаться. В основном 55 километров конструкций будет из железобетонных конструкций. Это и ЛР-10 есть, и 6-8 есть, есть и земляные каналы, земляном русле, есть и облицовка каналов по бетону. Будут большие водовыпуски ставятся, водомеры на каждом водовыпуске ставятся. Крестьяне Жамбулского района в основном занимаются растеневодством. В связи с этим реализация проекта ПУИД-2 поспособствует дальнейшему развитию сельского хозяйства и увеличению урожайности, что, конечно, скажется и на экономике региона в целом. Ильдор Гизатуллин, Ремека Сулбаев, Служба новостей.